всем привет добро пожаловать в мою оранжеверию сегодня в моем видео я покажу как можно очень красиво и быстро сплести вот такое кашпо это сейчас очень модное направление это макраме и мода возвращается как говорится и очень кстати смотрится стильно и удобно то есть если у вас есть растение которое нужно повесить в весное кашпо это будет очень красиво смотреться и в то же время будет меньше занимать мест и все-таки она смотрится красивее чем пластмассовые крючки то есть ниточки вы можете подобрать к себе под интерьер у меня допустим серым так как у меня в комнате серый обои серый пол и они в общем то у меня вписались очень хорошо самое главное это довольно таки просто и не требуется каких-то там сильных вложений и усилий вот такое ажурное кашпо то есть с макромет можно даже вязать полочку вот то есть вы выбираете полочку размером какую вам нужно и ее просто можете вязать я потом как-нибудь вам покажу потому что у меня есть такая идея я хочу такую подвесную полочку настенную именно связать макромет это будет позже а сейчас я вам покажу вот прям самый простой как бы но красиво будет смотреться в интерьере кашпо для этого понадобятся нитки любые абсолютно я вот такие купила здесь просто очень хороший метраж это синтетика она идет вот эти нитки идут для подвязки растений то есть толщина хорошая и мне что понравился цвет понравился как раз мне под интерьер подходят они и в общем то они такие знаете блеск имеет в общем в изделии смотрится очень даже хорошо в общем вот такие нитки то есть здесь подают белевые веревки то есть специальные нитки для макромет вот все что угодно и понадобится вот такие кольца то есть с чего начинается да вот это плетение это кольцо а для гардин просто в магазине больше цвета никакого не было такой купила но как бы здесь в принципе роли не играет в общем то не видно я уже нарезала в общем длина нити три метра получается и нужно их 66 таких нити то есть они складываются пополам и теперь что мы делаем берем одну нитку вот эту трехметровую и продеваем ее через кольцо через кольцо продевать вот так складываем пополам пополам и вот таким образом вот видите делаем петлю вот так ничего тут сложного нет такую петельку и то есть вот эти вот все ниточки таким образом мы должны привязать к этому кольцу для удобства я взяла вот стул и вот это кольцо я сейчас просто к спинке вот так вот привяжу потому что на весу это неудобно делать это нужно зафиксировать да куда-то и продолжаю дальше еще одна осталась и тут стараться еще нужно чтобы они были как бы все один в одинаковую сторону то здесь уже вот так видите петельки вот эти вот ну вот теперь я продернула получилось 12 рабочих нитей то есть это кашпо получится из трех из трех если вы хотите из четырех то нужно добавить еще будет 4 нити то есть еще две по три метра чтобы получилось 4 теперь я отрезаю нитку чтобы здесь сделать красивый узел просто наугад теперь вот так кончик здесь оставляю здесь у меня ниточка вот она пошла вот вот она ниточка я ее вот так сгибаю и начинаю ее так обворачивать достаточно туго и вот так вот таким образом я обворачиваю эти все ниточки то есть я их фиксирую ну чтоб выглядело тоже это все красиво то есть здесь получается видите петелька вот это она должна остаться часть покажу вот теперь вот в эту вот петельку вот эту собираем ниточку и теперь ее вот это придерживаю а вот это вытягиваем и таким образом я ее завязываю то есть она теперь никуда не денется теперь можно вот эту ниточку будет обстричь и эту сверху тоже она теперь никуда не денется она зафиксировалась и выглядит видите как хорошо вот такое получилось у нас да вот это вот теперь у нас рабочие нити остались получается вот делим вот 4 так 4 и 4 вот видите будет 3 вот таких вот на кашпо пойдет вариантов конечно много как можно сплести но мне нравится вот этот вот он в принципе простой но не самый простой но он все равно простой считается просто идет вот 4 нити до в работе две ниточки оставляются посередине вот это правая накладывается на 2 вот эта нить рабочая идет под эти вот вот так вот вот видите вот сюда и вот такой вот получается узел вот и продолжаем также это делать то есть смотрите 2 середине вот эту нитку рабочую кладем на них вот видите как вот эту нитку кладем вот на эту рабочую нить и под низом то есть получается мы вот эти середине ниточки которые мы обхватываем и вот такой вот узел получается и здесь просто вот так вот его затягиваем вот все еще раз покажу вот эти четыре нити у нас дойдут две в середине они будут постоянно такие можно сказать они не рабочие то есть и они будут вплетаться на обчитаться правая нитка рабочая и левая то есть правая накладывается поверх вот этих двух нитей потом вот это вот левая накладывается под этими нитями и вот такой узелочек он просто затягивается вот здесь видите уже как бы поворачивается здесь просто вот ее перевернуть и начинать плести дальше это делается очень быстро просто главное понять технику и все и вот такими вот жгутиками я буду плести до длины которая мне нужно ну вот первую я доплела вот до такого расстояния ну то есть вот я допустим хочу чтобы у меня здесь было вот так вот то есть я делаю вот такой узел то есть я один раз завязала на а теперь я сделаю вот вот этим узлом чтобы она не закручивался до узелок а наоборот все сделаю зеркально получается вот так все теперь я беру четыре нити следующих и сделаю то же самое такой же длины ну вот плетем вровень и также делаем здесь узелок такой по такой же по такой же длине ну просто так вот сравниваю ну вот видите одинаково осталось еще одна ну вот сплели все три штучки до такого размера определенного и теперь будем делать для чтобы поставить цветочек туда в общем смотрите берем вот эти крайние две нити и еще две по две нити вот так вот вот и примерно вот здесь делаем такие же узелочки как раз вот такой узелок и теперь следующий берем также вот эти крайние берем этот крайне и на таком же расстояние и последний осталось и последний остался главное вот это расстояние делать одинаково чтобы смотрелось красиво и не было никакого перекоса вот видите 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 как получается и еще раз также в шахматном порядке делаем также узелочек на таком же расстоянии чтобы одинаково было и и и и и и и последние и и последние здесь у меня уже просто короткие нитки остались но здесь можно вообще и кисточку из этих сделать то есть на выбор здесь ничего не надо выбрать и но я кто у меня же вам такое показываю принципе здесь я обрежут ниточку и таким же образом как я делала наверху я таким же образом сделаю здесь закрепку вставляю кончик здесь делаю вот такую петельку возвращаюсь пальчиком здесь придерживаем и вот так вот и начинаю вот это вот все так перематывать туго чтобы все это крепко держалось где-то петелька вот она петелька ее не нужно терять и вот так еще раз и теперь вот в эту петельку и потом я вот так вот придерживаем эта петелька остается на просто вот сюда вот видите как то есть это получается такой вот закреп здесь можно уже обрезать эту нитку то обрезаю нитку ну и здесь тоже в общем то вот наверное обрежу ну вот так вот допустим можно и побольше отрезать но здесь видите неровно совсем получилось так что можно будет так можно из этих оставшихся нитки сделать тоже кисточку и просто ее решить вот эти нитки можно будет обрезать и сделать полноценную красивую кисточку сейчас я поставлю сюда кашпо ну с любым вьющимся цветочком ну вот такое кашпо получилось но я для показа конечно сделала пробник и отрезала нитки я вам говорила изначально по три метра если вы хотите полноценное кашпо то нужно нитки рабочие где-то четыре метра а то и четыре с половиной смотря что вы хотите если вы допустим будете плести вот таким вот да он забирает не так много вот это плетение и поэтому вот эти внутри которые нитки они остаются длинные а вот эти рабочие нитки они конечно быстро очень израсходуются я уже говорила я вам сейчас покажу как я делаю кисточку вот здесь кисточку если сделать хорошую то и это пробное кашпо в принципе тоже пригодится но в принципе смотрится хорошо но сейчас сделаю кисточку быстро при вас вот остались вот эти нитки здесь в принципе можно сделать хорошую кисточку чтобы это все не выбрасываю я сверну их вот так пополам потом еще раз пополам ну вот видите такая вот уже кисточка будет хорошая теперь я вот это ниткой просто и в середине перевяжу вот я перевязала посередине и теперь я вот так вот смотрите я же там все равно буду иголка с ниткой и пришивать к тому той кисточке я вот отрезала такую ниточку таким же способом как я вам показывал здесь вот оставляю вот такой хвостик я ее вот здесь буду перевязывать так так же хорошо стягиваем вот так вот хорошо я ее перетянула теперь вот эту коротенькую я тоже обрежу чтобы ее не было вот так вот еще подкину чуть-чуть все это я тоже обрезаю но не нужно и теперь просто ровно ровно ножницами я обрезаю ну вот такая получилась и теперь просто беру иголку с ниткой и пришиваю кашпо вот так получилось я пришила кисточку и видите с кисточкой совсем по-другому смотрится ну вот так в общем то очень быстро получается такие вот плетеное кашпо и смотрится просто хорошо так что дерзайте творите ничего сложного нет увидимся в следующем видео и также и и